Музыка Информирую вас о том, что благодаря нормотворческой деятельности Мездрава России рассосался очередной правовой вакуум. На этот раз связаны с порядком проведения экспертизы временной нетрудоспособности. Он утвержден приказом Мездрава России номер 625-Н. Вы знаете, по всей стране ежеминутно проводится экспертиза временной нетрудоспособности. Выдаются листки нетрудоспособности согласно требованиям приказа Мездрава соцразвития России номер 624-Н. А самого порядка проведения не было. Меня как медицинского юриста эта ситуация ставила в определенное зависшее состояние в рамках моего правосознания и правовой культуры. Россия провозглашена правовым государством согласно Конституции. Есть федеральные органы исполнительной власти, ответственные за нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения Мездрава России. Но он по неведомым мне причинам не мог установить порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности. Подобная заторможенность в нормативно-правовом регулировании со стороны Мездрава России мы недавно рассматривали на видеоконференции. Но не будем о грустном, обратимся к содержанию приказа. Он во многом повторяет положение статьи 59.323 федерального закона. Но есть и особенности, которые не отражены в законе. Какие? Если листок нетрудоспособности может выдаваться в зависимости от желания гражданина в день обращения, либо в день закрытия листка нетрудоспособности, то экспертиза временной нетрудоспособности проводится в день обращения гражданина в медицинскую организацию, что вполне обоснованно, так как сначала экспертиза должна установить признаки временной нетрудоспособности. Приказ Минздрав соцразвития России номер 624-Н устанавливал, что выдача и продление леска нетрудоспособности осуществляется медицинским работникам после осмотра гражданина и записи данных о состоянии здоровья медицинской карте амбулаторного стационарного больного Обосновывающий необходимость временного освобождения от работы, но не конкретизировал действия медицинского работника Приказ 625-Н этот недостаток устранил Приводится алгоритм действий медицинских работников и врачебной комиссии, ответственные за проведение экспертизы временной нетрудоспособности Так, медицинский работник при проведении экспертизы временной нетрудоспособности посредством сбора анамнеза, жалоб, внешнего осмотра гражданина 2. Устанавливает диагноз заболевания и степень функциональных нарушений органов и систем, наличие осложнений и степень их тяжести 2. Рекомендует прохождение профилактических диагностических лечебных реабилитационных мероприятий, определяет режим лечения, назначает исследования консультации врачей-специалистов 3. Определяет сроки временной нетрудоспособности согласно приказу 624-Н И, пожалуй, самое важное 4. Отражает в медицинской документации гражданина сведения о состоянии его здоровья с обоснованием необходимости временного освобождения от работы 5. На мой взгляд, должны быть указаны функциональные нарушения органов и систем, осложнения и степень их тяжести Мне представляется это несложно Общепринятые классификации есть, и медицинские работники должны их знать А как быть с обоснованием необходимости временного освобождения от работы? Именно здесь мне представляется главная проблема – формулировка обоснования Как из нее выйти? Во-первых, как требует приказ? Указываем характер и условия труда, социальные факторы медицинской документации Давайте рассмотрим на примере юрисконсульта бюджетного учреждения здравоохранения Что мне по духу близко Пишем в медицинской документации Работает юрисконсультом в бюджетном учреждении здравоохранения Высокая интеллектуальная нагрузка, требующая быстрой ориентации в обычных экстремальных ситуациях Нахождение решений с учетом меняющихся информации Выражены напряжения зрения, требующего зрительного различия мелких деталей Письма, чтение текста, набора, текста на клавиатуре, речевой контакт, нагрузка на речевой слуховой аппарат, понимание чужой речи, ведение телефонных переговоров 50% время нахождения в кабинете, 50% времени перемещения в организации и за ее пределами Контакты с работниками Представим, что юрисконсульт установлен диагноз «острый фарингит» Соответственно, имеет место нарушение функции голоса, речи, дыхания Не позволяющие выполнять трудовую функцию Юрисконсульт нуждается в лечении Это и есть обоснование временного освобождения от работы Мне представляется, что наиболее трудозатратными будут именно формирование записи о характере условиях труда в социальных факторах И обоснование необходимости временного освобождения от работы Не исключая, что понадобятся стандартные какие-то записи Конечно же, указывается информация о выданном леске нетрудоспособности Продление леска нетрудоспособности свыше срока, когда медицинский работник единолично вправе его выдать Проводится, вы знаете, в врачебной комиссии В правилах приведен четкий алгоритм действия врачебной комиссии Она оценивает эффективность назначенных медицинским работникам мероприятий Продлевать сроки временной нетрудоспособности согласно приказа Минздравства соцразвития России номер 624Н И в протоколе решений врачебной комиссии Помимо обычных данных согласно требованиям приказа номер 502Н и принятого решения Указываются сведения о состоянии здоровья гражданина В отношении которого проводилась экспертиза временной нетрудоспособности и обоснование принятого решения В идеале записи в протоколе решений врачебной комиссии о состоянии здоровья и обосновании принятого решения По результатам экспертизы временной нетрудоспособности должны органично вытекать из записей медицинского работника Который единолично выдал листок нетрудоспособности И оформил запись о состоянии здоровья гражданина и обоснование его временного освобождения от работы В целом, я считаю, по этому порядку у медицинских работников будет много вопросов Да, и конечно, этот порядок теперь будет применяться в рамках лицензионного контроля за экспертизой временной нетрудоспособности со стороны органов Росздравнадзора Приказ Минздрава России номер 625Н вступает в силу с 3 марта 2017 года Изучайте! Субтитры создавал DimaTorzok